Друзья, доброе утро. Сегодня второй день нашего нахождения в Белоруссии, в Минске. Мы проснулись в 8 утра и подумали, что сходим в бассейн, но оказалось, что он был на санитарном часе с 7 до 12. Поэтому мы решили не торопиться, Настюх, красотка, не торопиться, спокойно одеться, причепуриться, накраситься и пойти на завтрак. На завтрак нас ведет куда-то в Дениск, по-моему, называется 24. Завтрак 24. Где-то рядом с этим находится, где-то метров там, ну, 700 буквально. Посмотрим, что за место и скажем свою рекомендацию. Друзья, мы сегодня когда проснулись, погодка была, конечно, не очень, а градусника было всего 8 градусов. И кто-то мне там в комментариях сказал, что мне совершенно не понадобятся ботинки. Смотрите. Ботинки. Очень даже, кстати, в тему. Так, мы потихонечку, медленно, наверное, идем к завтраку. Заходим в банк, хотим наличку. У нас же есть, мы же сняли, с собой привезли, хотим чуть-чуть поменять. И вот наткнулись около банка вот на такой, такую монетку интересную. Такая красивая белорусская монета около банка. Так, ну, я надеюсь, что погода нас не расстроит в нашей сегодняшней прогулке. Мы проведем время замечательно. Кстати, по поводу курса. Вы знаете, с карты МИР, я, конечно, по этому уже, по-моему, уже говорила, с карты МИР расплачиваться по курс по оплате с карты МИР, заговорилась, гораздо лучше, нежели менять деньги в банке. И вчера, помимо Василька, мы хотели же ведь еще в самой галерее поменять деньги в банкомате. Там тоже курс более выгодный. Так что имейте это в виду, когда приедете в Беларусь, в город МИР. Проходим мимо оперного театра, который называется Муза-опера. Ну, там вдалеке, через дорогу, сейчас вот как раз покажется аллея. Так, Лебзи, иди направо, оборачивай, через парк или через вот этот вот? Мне показано, что тут надо переворачивать. Симпатично выглядит. Так, ладно. Куда мы там? Что-то не туда пошли, что ли? Не там повернули? Гуляем пока. Никак не дадим. Мы заметили, что мы ходим кругами тут постоянно. У нас... Кутенький мостик, да? Гугл-карты такую ведут. Да, очень такой крутой спуск. Ну то, что крутоват он прям вообще. Да. На каблуках не реал идти. Хорошо, что я ботинка. Спуск из гор. Так, я так понимаю, что мы попали в верхний город. Так называемый. Красивые татуулочки. Домики такие. Малоэтажные застройки. Буквально. Двухэтажные. Ну, клёво так. Так, ну где там наш... Наш рейстик-то уже, господи. Я вообще уже хочу кушать. Вот там где-то я вижу голодный животик. Ресторан. Так, ну где-где? Бар-кабачок. Джокер. Покер. Клуб. А, да. Кальян-бар. Вот, Настя, нам с тобой и далеко ходить не надо будет. Да? Да. Чудесный. Фонтанчик такой. Смешной. Завтраки 24. Так, дабы, чтобы YouTube пропустил музон, буду много-много говорить. Кафе, завтраки 24. В целом прикольном, на мой взгляд, формате. Какие картины клевые. Так, тут что тут у нас? Ну, пройдем тогда прям вокруг. Ну, картины реально клевые. Так, тут что? О, тут уже прям по даче идет омлеты. Цены мы посмотрим по меню, что там у них будет. А что, с утра наливают пиво? Ну, ладно. Вот, как-то так. Ну, что, уже что-то кто-то смотрит, выбирает? Я хочу пашот на гребушке. А это нам для чего будем подчеркивать, что мы хотим? Да. Прикольно. Так, вот такое вот тут меню. Нам дали специальный карандашик, где мы должны подчеркнуть, так сказать, это меню-конструктор. Надо подчеркнуть, что вы хотите. И можно, так сказать, выбирать, там, например, яйцо пашот, и к нему можно там какие-то добавки, топпинги, как говорит Наташа, топпинги. Сырники тут. Ой, меню вообще просто прекрасное. Нам очень понравилось. И цены вроде так, ну, ничего приемлемые. Так что сейчас будем выбирать, что нам завтракать. Думаем пока. Пока читаем, смотрим по ценам. Я даже себе приблизительно уже наметила, что я хочу. Вот, чай. Не знаю, будет чай или что. Что тут у нас еще есть-то? Надо посмотреть, почитать. Для вас специально показываю, чтобы вы видели цены и какой набор тут вот. Ингредиентов всяких разных. Игристое. Вот, скорее всего, я возьму игристое. Почему бы нет с утра пораньше? По-моему, это прикольно. Настя, Настя тоже будет игристое брать. Классно. Хорошее меню, хорошее мне понравилось. Натаха взяла себе плепиховый чай с медом. А мы вот такое вот игристое винишко взяли. Я розовое, Настя белое. Ну, будем, Настюх. Слушайте, ребят, ну это вообще бомбически просто. Это вообще, это просто мощно. Спасибо большое, спасибо. Вообще, очень круто. Подача нереальная. И такие большие порции, ну это просто замечательно. Слушайте, завтрак у нас сегодня, конечно, бомбически просто. Дениска заказала еще сырники. Это огромная порция. Четыре огромных сырника. То есть, ну, я не знаю, как он это будет есть. Дениска, как ты это будешь есть? Ну, всем договорились по сырничку. Не знаю, он гонит. Я не собиралась есть. Она так и взяла. Тыкный пирог с медом и творогом. Вообще бомбически. Выглядит очень красиво, да. Очень красиво выглядит. Не, ну реально, да, Дениска с нами, конечно, поделится. Молодец. Все думают, что это та Настя, которая моя племянница. Это не та Настя. Это Настя наш лучший диджей. Да, Настюх? Настя просто имя такое популярное. Популярное, да. Достаточно. Изначально Настюха подруга с Наташей. А они вместе где-то работали, да, Настя? Ну, в Кубе, да. Она ведущая, а я это... Все, а потом Настюха стала и моей подруженцей. Да. Но по возрасту она как моя племянница. Ну что, пошли гулять? В целом не особо разница. Да, но замуж она тоже собирается. Если что, да. Сазыка в образе. Ну, стараюсь. Да. Так, ребят, у нас, в принципе, получается такой... Хорошо. У нас получается такой а-ля гастротур. Потому что, почему мы не взяли завтрак в нашем отеле? Он, конечно, хороший. Я вам обязательно его покажу в обзоре отеля и в обзоре завтрака. Но мы просто хотели все-таки попробовать местные какие-то вкусные блюда. Те же сырники, драники и так далее. Поэтому мы выбрали вот такого плана всякие кафешечки, ресторанчики, где можно завтракать, обедать и что-то новенькое для себя попробовать. Такой а-ля гастротур с красивым посещением интересных мест. То есть это не только еда, но и, соответственно, какие-то интересные места в самом Минске и за городом. Все, мы идем гулять дальше. И вы с нами. Так. Сегодня день у нас складывается так. У нас будет небольшой маршрут по центру города с заходом в музей миниатюр. То есть хотим прогуляться. И пока плохая погода, так сказать, чтобы не быть долго на улице и не замерзнуть, чтобы постоянно на ливичке не прибухивать, мы вот хотим зайти в музей миниатюр. У нас изначально было такое желание. Так, друзья, пока идем, хотела вас хоть чуть-чуть ознакомить с Минском. При въезде в Минске, в Минск, есть такие ворота. Это два одноэтажных... Ой, простите, 11-этажных здания близнеца, которые были построены в 1953 году, ну, соответственно, в 1953 году, в стиле сталинского ампера. И это самая первая достопримечательность, которую видят туристы, въезжая в город. Но, к сожалению, я вам просто расскажу коротенечко вообще о таких знаковых как бы достопримечательностях Минска. Но мы эти, скажем так, ворота, эти два здания видели совсем вдалеке-вдалеке, очень-очень, потому что мы поехали на право на МКАД, поэтому как бы мы их видели только издалека. Так, здесь, я так понимаю, где-то в старом городе еще есть костел, если я правильно называю, святых Симеона и Елены. Это вот самые известные католические храмы в Минске. Из-за необычного цвета фасада этого костела его еще называют Красным костелом. Вот мы немножко прошлись по верхнему городу. Это исторический центр белорусской столицы, то есть города Минска. И вот когда прогуливаешься по верхнему городу, кажется, что как будто ты случайно забрел средневековую Европу, там действительно такие улочки прикольные, классные. Вот, в Минске есть свой большой театр. Мы с вами его, кстати, проходили, театр опера и балета. Рядом с нами находится, вот где мы живем, в той стороне находится остров Слез. Я надеюсь, что мы сегодня там еще погуляем. Мемориал в излучине реки Свилыч. Это вот как раз на эту реку выходят у нас окна из отеля. Мемориал посвящен участникам военного конфликта в Афганистане. И возводить его начали в 1988 году, когда война еще была не закончена. А полностью уже завершили где-то лет через 8, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно. Все это я, конечно же, вычитала из интернета и просто вам озвучиваю, пока прогуливаемся. А в центре искусственного острова, соединенного с берегом, арочным мостом. Вот мы вчера по нему проходили, сегодня пока еще не проходили. Там находится небольшая часовня. И на ее стенах высечены имена белорусов, погибших в Афганской войне. Это так прям сильно каратенчика-каратенчика, чтобы вы понимали, что здесь прямо в центре очень даже красиво и интересно. Сейчас вот мы проходим, по-моему, это, я так понимаю, дом культуры какой-то. Оказывается, прямо во дворце культуры и есть этот музей. Миниатюра, куда мы хотим зайти. Да. Музей миниатюры. Увидеть Беларусь за 2 часа. Да-да, я тоже еще рассказала, что по улицам уходит одна молодежь. Мы обратили на это внимание. Здрасте. У нас 4 человека. Это будет группой? Нет, в смысле, у нас сейчас группа еще проходила. А, нет, мы не вместе. Хорошо, проходите. А как группа мы можем оплатить, да, себя? Здравствуйте. Здрасте. Вам на билеты, да? 4. А где 4 еще? Да, вот. Проходите, да, вам скажу по вариантам. А вы выбираете, куда-то штуку летит. Так, откуда вы там гости расскажите? Из Москвы. Добро пожаловать. Льготы какие-то у вас могут быть есть. Мы еще не пенсионеры. А студенты, может быть? И уже не студенты. Хорошо, смотрите. По билету вам расскажу. У вас есть два варианта, которые будут по экспозиции с обществами. Поставили страницу 5 белорусских, либо 150 российских рублей. Первый вариант простой, а вы просто ходите и смотрите миниатюру. А второй вариант интерактивный. С него сначала посмотрите и миниатюру достопримечательности, а после этого еще пройдете в специальный зал, там все эти места сравните и уйти вживую, как они в реальном. На самом деле сегодня выглядит с помощью нашего продукта это вот в таких вот специальных вот очках там, где всякие интересные, они будут путешествовать по этим местам жили. Посмотрите, все эти места разрушены, установлены. Будете заходить внутрь, посмотреть об музеи и в целом увидите, что там можно видеть по реальному посещению. Во время это плюс 15 минут, надолго вас не задерживают. В среднее время самостоятельно осмотрят позиции минут 40, то и в часу спокойно ложится. Но там... Слушай, 150 рублей разница? Да. Количество мест намного больше, и более полного. Давайте с интерактивным. Хорошо, 4 билета. Давайте 2 и 2. Да, 2 и 2. Наличные карты, вас подскажите. Карта. Сколько в итоге стоит один билет? Один билет будет 24 рубля. Ага, хорошо, понятно. В российских это где-то 600. Нам каждому выдали аудиогид, показали, как с ним работать. Так что подходим к каждому макету, нажимаем цифру на телефоне этого макета и слушаем информацию. Проходим дальше. А далее у нас будет интерактив в очках. Это Свято-Успенский Жировический монастырь. Субтитры сделал DimaTorzok Крепский замок. А это тот самый мирский замок, который мы посетим завтра. Пока посмотрим на него в миниатюре. Вот это вот, наверное, отельная часть. Кстати, здесь музей, можно заказать экскурсию в мирский замок. А это тот самый театр опера и балета, который мы проходили издалека. Я вот так вот далеко-далеко снимала. Он был у нас через дорогу. Слушайте, ну на макете он прям огромный, если честно. Обалдеть просто. построен он в стиле советского конструктивизма. Вот какая тут сцена. Да, огромный. Ну, по крайней мере, в миниатюре. Дворец культуры профсоюзов, это как раз тот дворец, в котором мы находимся, и в котором непосредственно находится сам музей. Миниатюр. Ну, вот как он выглядит, по факту он так и есть. Я даже сейчас сомневаюсь, в какой страны мы вообще зашли. Вот можно взять не аудиогид, как мы, а можно заказать девушку-гида, экскурсоводу, который вам все расскажет. Архитектором был Владимир Ершов. Вау! Девушка, это то, что было раньше на месте? Да, это церковь все там влевая. То есть, ее... Она сгорела, 18. Сгорела, да? Затем здесь была для торгового домов, которая нечена. Прикольно. То есть, раньше тут на этом месте была церковь, она сгорела, и на этом месте построили дворец культуры. Интересно. Спасибо. дворец Румянцевых в городе Гомель. И мне очень важной работа, скажите, машина, где я сгорела. Там не в данном паре, если они не могут собрать их. Паре, не знаю, как сгорела. Вот. Здесь также была библиотека Румянцевых. Ружанский замок, он находится в Брестской области. И я так предполагаю, судя по названию, надо ехать в город Брест. Короче, дворцов и каких-то замков тут немерено. Надо будет сделать еще раз сюда заход в поездку. Парк. Какой красивый. Наверное, там тоже достаточно красиво. Можно пройти. Какие у них были врачи? Да, и как же, как? Да. Улина выдирает. На берегу реки Лоша находится вот этот костел. Красивый, да? Необычный. Чем-то напоминает даже в Польшу или что-то такое. Там же тоже есть и ковров до костела. Это дворец независимости. Мне кажется, мы его уже видели, проезжали, когда въехали в Минск. Ну, мне так кажется. Это современное здание. Внутри есть картинная галерея и зимний сад. В июне 2011 года и в 2013 было закончено. Очень интересно в аудиогид рассказывать. Мне прям нравится. Ничего лишнего. Все прям... Все прям четко, ясно. Аудиогид говорит, что эта церковь названа как каменное кружево. Русский архитектор создал эту церковь при Святой Богородице Успении. Тоже так же в готическом стиле. Друзья, я себе наметилась в следующей поездке посетить Витебск, Брест и Гродно. Там тоже есть всякие замки, красивые строения, церкви готические и так далее. Так что следующая поездка будет туда. Пока гуляем по музею миниатюр и слушаем историю. Это, кстати, очень интересно. Советую. Я еще до конца все не прошла, но я уже советую вам сюда зайти. Это очень интересно. Дворец Пусловских. Тоже находится в Брестской области, город Косово. Вот. Поэтому, говорю, уже маршрут намечен. Теперь все дело за Дениской. Чтоб он сел за руль и нас, таких прекрасных фей, довез. Хм. Мне кажется, это даже озвучивать не надо. Это Брестская крепость. Мемориальный комплекс. Построен он был с целью обороны. Кафедральный собор сошествия святого духа. Вот мы вчера в Верхнем Городе он находится. Мы вчера около него были. Как раз вот шли по этой тропинке. Здесь освещалось все. И потом чуть-чуть дальше пошли погуляться. Мы его еще наверняка неоднократно пройдем. Друзья, и вот еще Несвижский замок, который мы тоже посетим. Замок Радзивиллов. Здесь он выполнен, как будто как он зимой. В зимний период. Но я думаю, что осенью он будет не менее красив. Классно. Очень большой. Так, это зал интерактива, да? Виртуальный. Да, с удовольствием. Спасибо огромное. В Ютубе я покажу ваш музей. Обязательно. Кто приедет из Москвы, наверняка воспользуется моей рекомендацией. Обязательно компетент. Да, спасибо большое. Выберу самое мягкое кресло. Вот, наверное, вот это. Чтобы колготки не порвать. Приступим к интерактиву. Ребят, музей нам очень понравился, но интерактив как-то не сильно зашел. И молодому человеку на входе на рецепт, потому что я сказала, что интерактив нам как-то не сильно зашел бы. И парень молодец предложил мне сделать кофе. Либо минус пять рублей, интерактив стоит просто пять рублей. Это очки. Одеваешь очки и там ходишь как бы виртуально по тем композициям, которые здесь указаны. По тем же экспозициям, точнее, композициям. Вот, так что я выбрала кофе-ко. А Настюха, возможно, купит магнитик за минус пять рублей. И стоят они, ну, какие-то копейки буквально. Так что вот, это очень хороший бонус. Приятно. Спасибо. Чтобы не быть голословными по поводу выходных билетов. Экскурсия. Кстати, по-моему, я где-то прочитала, что от вас можно заказать автобусную экскурсию в замке Мирский. А, да. Вот вы видели, у нас автобусы там тоже есть. Ага. Но, к сожалению, сейчас там не доступно, к сожалению, там с туроператорной сложности по юридическим бухгалтерам. Ясно. А раньше такое вот, да, можно было бы, можно было бы, ведь по всем этим истамом уже в двухдельный, трехдельный. Ясно, спасибо. И индивидуальный, общий, да, точно. Еще мне подарили такую открыточку. И я покупаю тарелочку, которая стоит 16 рублей белорусских. Не забывайте, что умножать на 30 или 31. И получится в сумму в рублях. Так, ну что, ребят, вам понравилось музей-миниатюр? Понравилось. Смотри, как семья. Очень. Настя, тебе понравилось? Что? Нет, на самом деле, если самые знаковые места Белоруссии, вы не можете объехать, вы хотите о них какие-то фанаты узнать, то тоже будет место посетить. Да, я тоже так сказала, что... Я 3D не советую. Да, 3D. Мы не советуем покупать. Да, мне тоже не понравилось. Немножко неприятно, поэтому они предлагают мятные конфетки. Так, слева от нас находится... Наташа, что ты сказала, слева от нас находится? Октябрьский скверик. Октябрьский скверик. Ты здесь живешь, да, Наташа? Ты все знаешь? Нет, я живу в Чертаново. Ну, я после музея миниатюр знаю все. Да. Кто-то хорошо слышал вам. Мы приехали в Беларусь буквально на несколько дней и только в Минске останавливаются, да? Музей миниатюр хорош для того, чтобы наметить следующую поездку, увидеть какие-то классные места, которые есть, например, Гродно, Бресте, в других городах. Как уже Ира сделала, собственно. Да, я уже наметила маршрут, да, и Дениска у нас будет главным человеком в нашей песочке. Обязательно в жлобе. Просто в жлобе живет друг Дениски. Кстати, туда мы и поедем. Это будет наш последний день в этом прекрасном... в этой прекрасной стране, Беларусь. Надеюсь, что мы еще все-таки вернемся. Ну, действительно, это надо сделать.